Здравствуйте, приветствую вас на канале Процветок. С вами Ломонос Петр и по вашим просьбам мы сегодня поговорим о морковке. Потому что это культура, которая как бы распространенная, но не во всех удается, не во всех получается. Мы поговорим о сортах этой культуры. Ну сразу необходимо знать, что по внешнему виду морковки бывают самые разнообразные. Мы привыкли к оранжевым морковкам. Такие морковки появились в конце 18 века только, были обнаружены среди посадок других морковок. А так, более типичные для морковки окраски это белая, розовая, желтая, оранжевая, красная и также черная. Все эти морковки, как бы сорта и сейчас существуют и также используются, как бы они находятся на пике своей славы. Многие уже, как бы всем, как бы оранжевая морковка приелась и все начинают уже увлекаться более экзотическими морковками. Но от этого сущность не меняется. Потому что оранжевая морковка, она самая богатая каротином, самая богатая витаминами. У других, например, у фиолетовой морковки, там с каротинами присутствуют антоцианы, которые также полезны для здоровья. Ну сортов морковки существует, конечно, немало, около сотни сортов. Морковки из разных стран, они как бы очень похожи друг на друга, потому что нашало всем морковкам дали два сиенца, которые были первоначально названы сортами. Это известный сорт шантане и сорт нанское. Эти были сиенцы, так названы. В чем отличие этих сиенцев? Значит, отличие этих сиенцев в форме корнеплода. Значит, шантане имеет такую широкую верхушечку и очень резкий сбег к низу. Вот это сорта тип морковки шантане. Ну, морковка шантане, чем она интересна, то эта морковочка очень хорошо хранится. Очень хорошо хранится, но недостаток ее, что она имеет большой толстый стержень. Ну, сорт нанское, более лишен этих недостатков. Тут сбег уже такой, более ровный. Ну, эта морковка, если шантане выращивается преимущественно на тяжелых почвах, или где нет условий, достаточно для хранения, нельзя создать оптимальные условия, там мы саживаем шантане, потому что она устойчива к хранению. Нанское, более нежная морковка, и она выращивается на любых почвах, как на тяжелых, так и на легких. За счет такого кончика она может буравить в самый обычный грунт. Любой. Ну, и третий сорта тип морковки, это, конечно, самое красивое, это то, что берликум. Берликум называется такая форма. А с морковочкой идеально почти ровная, тупой конец как бы. Такая морковочка отличается, что толщиной. Ну, корнеплоды, обычно, это морковки не очень толстые. Если у шантане морковочина может быть где-то 10, даже 12 сантиметров в верхней части, то берликум, они больше 5 сантиметров не бывают. То есть толщина 5 сантиметров, а так еще меньше. Вот сорт маникюр, видите, он такой тоненький. Он всего лишь 1,5-2 сантиметра в верхней части. Но эта сорта подходит для оккультурных почв. Если культурные почвы, так смело выращивайте такие морковки. Если будете выращивать на тяжелой почве, на цену, вы будете иметь как бы отходы. Почему? Морковка очень нежная, и когда вы станете даже подкапывать, она ломается и становится непригодной для хранения. То есть такую морковку надо использовать для переработки. Поэтому сразу, исходя из этого опыта, определять, какая морковка вам надо. Как же выбрать сорт? Мы уже определились с окраской. То ли у нас это будет экзотическая, то ли более оранжевая морковка. Ну, выбираем сорт, значит, исходя из того, для этого нам понадобится ножик. Ну и, соответственно, мы морковочку будем разрезать. Если мы разрежем шантане, мы увидим, что ее очень большая грубая сердцевина. Такая морковочка, сортотип шантане, лучше подойдет для консервации, потом для различных пловов, то есть для переработки. В свежем виде, конечно, грызть эту самую такую сердцевину не захочется. Ну, гораздо более привлекательный будет сортотип, который нанская называется. Значит, здесь уже поменьше, более сочная, но также это морковка универсального значения. Ее можно грызть как в свежем виде, точно так же использовать в различных видах проработки. Ну и самое, конечно, интересное, самое полезное для нас, это будет морковочка, вот как этот маникюр. То есть морковка очень сладкая, очень сочная. Такая морковочка прекрасно подойдет для использования в свежем виде. У нее сердцевина очень тоненькая, очень маленькая, поэтому такую морковку будет грызть одно-одно удовольствие. И это не только удовольствие грызть, развивать зубки, но в то же время это насыщает свой организм различными-различными витаминами в свежем виде. Она будет полезна как взрослым, так и детям. Поэтому, исходя из ваших почв, исходя из ваших предпочтений, что вы предпочитаете грызть в сыром виде морковку или готовить к этой переработке, соответственно, выбирайте сорта. Как бы на пакетиках всегда указан сортотип, который относится к тот или иной сорт морковки. Выбор вы сделаете сами. Посмотрев этот ролик, уже будете знать, как отличить эти три сортотипа морковки, ну и, соответственно, как определиться с выбором. Ну и еще просто замечу, как бы в конце своего ролика, что есть такой сорт морковки, называется парижская карачель. Она маленькая, круглая, так значит, это самая скороспелая морковка. Она созревает за 60-80 дней после всходов. И эта морковка прекрасно удается и на суглинистых почвах, на тяжелых, и прекрасно удается, значит, на малокультурных почвах. Здесь вы только осваиваете землю, значит, не садите морковки типа берликум или ту же нанскую, а садите парижскую карачель. Она не ветвится, она даст вам хороший урожай, а не крупный, но такой кругленький, хороший морковки. Так что вам здоровья, кушайте морковку, насыщайтесь организмом, тем более, что этот овощ доступен круглый год. Соблюдая сроки посева, вы можете иметь его всегда на столе. До свидания.